Всем привет! Здравствуйте! С вами Школка в Обществознании Мария Васильевна. Это видео про самые общие и серьезные ошибки в подготовке к ЕГЭ по Обществознанию. Как не надо делать, если вы хотите сдать ЕГЭ по Обществознанию на высокий балл? Сейчас расскажу. Поехали! Итак, ошибка номер один. Вы учите теорию без практики. То есть, если вы решили взять учебник или учебники, читаете их, что-то даже конспектируете, выписываете, но не решаете задание в формате ЕГЭ, то вот поймите сейчас, так делать не надо. Почему? Когда вы читаете учебник тема за темой, то вам кажется, что вот все здорово, вы, например, уже поняли, что такое социальная стратификация, инфляция, а значит и в ЕГЭ все будет хорошо. Но дело в том, что если вы не решаете задание по пройденным темам по мере прохождения теории, то, во-первых, все прочитанное быстро забывается, а во-вторых, даже простая при чтении в учебнике тема может быть на ЕГЭ в виде такого вопроса, в такой формулировке, что вам покажется, что вы, наверное, вообще эту тему не проходили. То есть, очень важно совмещать изучение теории и практику на реальных заданиях. Вы должны видеть, что действительно спрашивают по каждой из тем на ЕГЭ, как это формулируется. Ну и следите за качеством источников, которые вы используете. Для подготовки к ЕГЭ по обществознанию надо использовать только учебники, входящие в федеральный перечень учебников – ФПУ. Проверьте, есть ли ваш учебник в списке рекомендованных. Можете для этого, например, посмотреть мое видео об учебниках, входящих в ФПУ. Ссылка в описании этого видео. Ошибка номер два. Это обратная ситуация. Когда вы берете сразу полные варианты и, толком не зная теории, пытаетесь их решать. При этом вы будете тратить кучу времени, делать много ошибок. Это будет такой нудный, деморализующий процесс. А самое опасное, что вам может прийти в голову при таком подходе – это пытаться учить тестовые фразы ответы на задания, не разобравшись в их смысле. Почему это плохо? Потому что на реальном ЕГЭ составители могут совсем немного изменить фразу, просто поменять слова местами, заменить какое-то слово на синоним. Но вы этого не поймете, потому что не знаете теорию. Вам покажется, что это совершенно новое какое-то неизвестное вам задание. Соответственно, делаем вывод. Нельзя пытаться просто решать полные варианты. Даже только полные тестовые варианты без второй части, если вы не прошли эту тему в теории. Поэтому правильная подготовка – это всегда совмещение теории и практики. В идеале вы должны брать конкретную тему в теории, а затем сразу же смотреть, как эта тема представлена в тестах и второй части в ЕГЭ. Да, самостоятельно это нелегко, потому что сборники ФИПИ – они не тематические, это полные варианты. Но можно попробовать решать задания выборочно. И да, вы потратите на это время, зато и результат будет, потому что вы увидите, как пройденная в учебнике тема выглядит в заданиях ЕГЭ. Еще важно решать именно задания от ФИПИ. Наши авторы – это Котова и Лескова. Решайте прежде всего их сборники – 10 и 30 вариантов. Можно и прошлогодние сборники использовать, и изменений по сравнению с ЕГЭ 2022 немного, поэтому они нам тоже прекрасно подходят. Ошибка номер три – это незнание критериев оценивания заданий второй части. Если вы не понимаете, по каким критериям проверяющий будет оценивать ваш ответ, то вы почти никогда не напишите его на максимальный балл. Что нужно сделать? Нужно скачать демоверсию с сайта ФИПИ и посмотреть внимательно критерии ко всем заданиям второй части. Не верьте слухам, много разных мифов есть о том, за что снижают или добавляют баллы во второй части. Но единственный верный источник – это критерии оценивания в демоверсии. В любой спорной и непонятной ситуации открывайте демо и смотрите, что там написано про разболовку и как оформлен пример ответа. Ошибка номер четыре. Вы не понимаете, чем пример во второй части отличается от аргумента. Из-за этого вы можете потерять 3 балла в задании номер 19, 3 балла в задании 20 и аж целых 5 баллов в задании 25. То есть в общей сложности 11 первичных баллов на ЕГЭ требует четкого понимания, что такое пример, а что такое суждение, он же аргумент. Смотрите, примеры всегда от вас потребуются в задании 19. Пример – это конкретика. Вы вспоминаете нужную теорию, а затем как бы помещаете ее в конкретные социальные обстоятельства. Например, в задании 19 у вас просят привести примеры трех видов юридической ответственности. Это значит, что вам нужно вспомнить, что юридическая ответственность бывает, скажем, административная, уголовная, дисциплинарная. Затем берем каждый вид и моделируем конкретную ситуацию. Например, административная ответственность. Скажем, за безбилетный проезд на автобусе студент Иванов был оштрафован контролером. Или дисциплинарная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности администрации завода инженеру Петрову был объявлен выговор. То есть, для примера, вы как-то называете действующее лицо, оно должно быть конкретным, это какой-то гражданин или государство Н, описываете конкретные обстоятельства, и это и будет пример. А задание 20 – это всегда аргументы, суждения на теоретическом уровне. Здесь, наоборот, никогда не нужна конкретная ситуация, нужно отвечать в общем виде, писать теорию. Например, в задании 20 вас просят написать три суждения о роли юридической ответственности в жизни государства и общества. Вы вспоминаете, зачем нужна юридическая ответственность, и составляете три аргумента в виде распространенных предложений. Скажем, юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права граждан, пострадавших от правонарушения. Или привлечение правонарушителей к юридической ответственности способствует предотвращению правонарушений и поддержанию порядка и стабильности в обществе. И так далее. Как говорится, почувствуйте разницу. В задании 20 не надо писать про конкретных граждан, страну, ситуацию, нужно в общем виде формулировать суждения. А в задании 19 примеры всегда должны быть конкретные. Задание 25 – это комплексное задание, в первом пункте этого задания нужно писать обоснование, и это идейно то же самое, что суждение в 20 задании. А затем нужно еще приводить 3 примера, и это как в задании 19. Обязательно осознайте разницу между примерами и аргументами и тренируйтесь выполнять задания 19, 20 и 25. Это самые сложные задания второй части, но при этом они дают много баллов. Ну и фундаментальная ошибка в подготовке к ЭГЭ по обществознанию – это все время откладывать подготовку, начать готовиться слишком поздно. Вообще, поднять обществознание с нуля до высоких баллов за один учебный год при правильной системной работе – это абсолютно реально. И да, достаточно примеров, когда и за полгода люди даже с нуля готовились и получали хороший балл. С другой стороны, многие после ЭГЭ говорят о том, что если бы начали готовиться раньше, то точно сдали бы лучше. Тем в обществознании много, все их нужно изучить в теории и закрепить на практике, поэтому фактор времени действительно очень важен. Да, многое зависит от вашего трудолюбия, усидчивости, памяти, от общей нагрузки, от количества предметов, которые вы сдаете. Но в любом случае, чем раньше вы начнете, тем больше у вас шансов на успех. Если вы еще не начали готовиться, начинайте прямо сейчас. И не совершайте тех ошибок, про которые я вам рассказала. Ну а если хотите готовиться по проверенному плану, с качественными материалами и в хорошей компании, присоединяйтесь к нашему марафону. Готовьтесь к ЭГЭ вместе со Школково. До встречи!